Для этих юношей и девушек праздничные мероприятия были наполнены не только радужной суетой, но и серьезной работой. На протяжении всех каникул они готовились для того, чтобы показать все свои способности в рамках третьего этапа Республиканской Олимпиады по учебным предметам. Дело в том, что у меня мама, учитель белорусского языка и литературы, и с самого детства она прививала ко мне любовь к языку. Мы с ней очень много занимались. Ну, так получилось, что оказались сегодня здесь. Мне нравится, я уже давно готовлюсь с моей учительницей, Горбачок Светлана Николаевна. Она в 25 классе меня сразу как бы выбрала, и мы начали готовиться. Продолжаем работать. Порядка 950 юных дарований будут бороться за право представить регион на финальном этапе состязания. Отбор пройдет также в Пинске, Кобрине, Барановичах и Ивацевичах, в зависимости от выбранного школьником предмета. Период волнительный не только для учащихся, но и для педагогов. Много было вложено сил и времени в подготовку. Теперь ребятам важно показать все то, что они умеют. Повторяли все, что могли. Конечно, система. Ну, и очень благодарна детям, которые соглашаются работать и защищать честь, наверное, города. Ну, а уже итоги будут, конечно, потом. Я надеюсь, что этот год будет также плодотворным или даст еще лучшие результаты, что ребята наши подготовлены. Мы для этого отработали систему. Проводятся сборы для тех, кто участвует в заключительных этапах и в областных этапах. Есть педагоги, талантливые педагоги, которые из года в год готовят олимпиадников. Свообразным подарком для самой талантливой молодежи края стало праздничное поздравление. Это своеобразный шанс для того, чтобы набраться сил и побороться за главные награды региональной олимпиады. Завершится третий этап 12 января. Именно тогда будут озвучены имена призеров и победителей. Субтитры создавал DimaTorzok